Спасибо вам огромное. И позвольте продолжить тогда нам нашу конференцию. Как раз по регламенту мы идем почти ровно. И следующий эфир предоставляется, слово предоставляется Саркису Армаисовичу Цатуряну, главному редактору Международного информационного агентства «Реалист», вещающего на русском и арабском языках. Послушаем про это информационно-аналитическое агентство. Саркис, вы с нами? Я не вижу вас. Только что были. Есть. Саркис. Отлично. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вас слышно? Да, все нормально. Да, и тема выступления Саркиса, роль журналистики в эпоху соцсети. Хорошо. Значит... Да. Просто прерывается, когда вы говорите. Ну, ладно. Если нормально слышно, я тогда буду говорить. Значит, всем добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы немножко сперва рассказать про мой проект. Информационное агентство «Реалист» работает, вещает уже более четырех лет. Вот в марте месяца нам исполнилось четыре года. Мы вещаем на двух рабочих языках ООН, на русском и на арабском языках. Арабская редакция у нас действует уже почти два года. Мы единственная СМИ в Российской Федерации, я подозреваю, в странах СНГ, которая вещает на арабском языке помимо русского, не имея, скажем так, никакой аффиляции, никакой связи с государством, либо с правящими кругами тех или иных стран. То есть мы абсолютно независимы. Да, ребят, это бывает. Это большая редкость. Не только для России, не только для стран СНГ, но и для Европы, и Соединенных Штатов. Я уж не говорю про страны Движнего и Среднего Востока. Такое бывает. Почему это произошло? И почему мы смогли выстроить информационное агентство, не имея госфинансирования, не имея поддержки от кого бы то ни было? Просто потому, что мы построили его на идее. У нас есть своя идея. Идея эта заключается в том, что мы работаем по партизанскому принципу. То есть мы не... У нас нет задачи, например, в сутки производить 10, 15, 20 новостей. Мы работаем с эксклюзивом. Мы готовим эксклюзивы, эксклюзивные мнения, эксклюзивные интервью. То есть у нас классических новостей на сайте нет. То есть мы даем либо свои эксклюзивы, это интервью, это комментарии, аналитические статьи, либо мы переводим из иностранных языков мнение других людей о каком-то явлении, которое нас интересует. Поэтому это дает нам большой плюс, потому что с точки зрения позиционирования наших материалов, наши материалы воспринимаются поисковыми машинами, в данном случае Гуглом и Яндексом, как уникальные. И это дает нам возможность как раз выстреливать и попадать на самые высокие точки. Потому что робот, он ищет все материалы в интернете по принципу уникальности. То есть если мы, грубо говоря, будем плестись в хвосте, у РИА Новостей, у Интерфакса и кого бы то ни было, переписывая их новости, то, разумеется, мы всегда будем на вторых ролях. Но мы берем конкретные темы, конкретные ниши и в этих нишах производим эксклюзивы. Что на русском языке, что на арабском языке. В настоящее время у нас представлено порядка 200 экспертов. Это страны СНГ, это Восточная Европа, Украина, Венгрия, Белоруссия. Это страны Ближнего и Среднего Востока, страны Северной Африки, то есть носители арабского языка в прямом смысле. Ну и носители русского языка. То есть люди, которые думают и печатают свои мысли на русском или на арабском языке. Мне никогда не верили, и до сих пор мне не верят, что эксперты пишут нам большие статьи на 40 тысяч знаков, иногда даже бывает, иногда на 25, на 30 тысяч знаков. Мне люди, которые работают в гос. СМИ российских, не верят, что я им не плачу зарплату. Это действительно так, я им не плачу, потому что у меня нету зарплатного фонда, у меня нету госфинансирования. Люди пишут, потому что они, скажем так, разделяют определенные взгляды, которые совпадают с нашими, у них есть свое видение. Я иногда, не то что иногда, даже часто я печатаю людей, с которыми я сам лично могу где-то поспорить, могу быть несогласен, но это мнение автора. То есть мы не цензурируем с точки зрения повестки. У каждого человека свое мнение. То есть мы исходим из того, что самая большая ценность в СМИ, особенно в период соцсетей, это возможность создавать плюрализм в ней. Именно то, чего не хватает нам на телевидении сегодня, этого хватает сегодня на радио, этого не хватает на самом деле нигде. Так что, это вот вкратце информация про наше агентство. Вот когда мы говорим про средства массовой информации в период соцсетей, мы должны понимать, что они, вот эти самые средства массовой информации, должны работать немножко по другим алгоритмам. Это принципиально важно, потому что вот до соцсетей мы все с вами жили в эпоху вертикально интегрированной модели управления. То есть есть какая-то властная вертикаль, бизнес-вертикаль, неважно в какой сфере эта вертикаль существует. И вот она, используя свои ресурсы, возможности, аппарат принуждения, она управляет всеми, вся, управляет средствами массовой информации, внутренней политикой и прочими вещами. Вот в эпоху социальных сетей такая модель уже не работает. Потому что социальные сети, они развиваются и живут немножко другими алгоритмами. Какими именно? Тут простой пример. Вот вместо аппарата принуждения социальные сети воспринимают, во-первых, независимые мнения и оценки очень хорошо. Люди верят и хотят читать независимые мнения, оценки по разным вопросам. Они, эти самые люди, которые сидят в социальных сетях, они очень четко понимают, когда им врут, когда ими пытаются манипулировать, когда создается некая иллюзия того, что происходит вместо правды. То есть соцсети, они вынуждают нас, вот если мы хотим в рамках соцсетей хорошо себя позиционировать и быть представленными достойно, и вести, например, определенную информационную работу, мы обязаны им говорить правду. Во всяком случае, ту правду, как мы ее понимаем. Это принципиально важно, потому что мы не можем не учитывать специфику среды, которая работает. Еще один момент. Когда мы говорим о средствах массовой информации, здесь важно понимать, какую нишу вы занимаетесь, какую нишу вы хотите занимать. Когда мы 4 года назад заявили о том, что мы собираемся создавать средства массовой информации, нам многие говорили, ну вот зачем оно вам нужно? Значит, есть столько средств массовой информации, вас даже не заметят, вас там никто не будет с вами считаться. Но все вышло в итоге по-другому. То есть если вы действительно, у вас есть идея что-то создать свое, ну неважно, это будет СМИ, Телеграм-канал, блог, что-то еще, вы должны верить в свои силы. Это принципиально важно. Но и еще одна важная деталь, о которой надо помнить. СМИ, журналистика в широком смысле, неважно она в эпоху соцсетей или до эпохи соцсетей, она должна предполагать служение обществу. То есть журналистика не может быть исключительно бизнесом. Если вы хотите действительно влиять и доносить до общества определенные идеи, мысли, факты, вы должны внутри себя исходить из того, что вы служите обществу. Потому что если вы отвергаете философию служения обществу в вашем понимании, личном, то тогда вы занимаетесь, скорее всего, просто пиаром. В чем разница между пиаром и журналистикой? Она как раз и состоит в этой коммерческой составляющей. Журналистика должна выявлять определенные факты, проблемы, высвечивать их. Должна стараться показывать реальную картину. А у пиара другая задача. У пиара задача состоит в том, чтобы создать либо позитивный имидж, либо негативный имидж в угоду каким-то, скажем так, частным интересам. Потому что, например, когда пиар у вас заказывает государство, которое, условно говоря, хочет пиарить само себя, не показывая свои собственные проблемы, то оно исходит из частных интересов. Но если вы хотите иметь серьезный охват, серьезное влияние и доверие в эпоху соцсетей, которые работают на принципе, скажем так, поиска правды, условно говоря, назовем так, то тогда вам нужно исходить из общественных интересов. Разумеется, в вашем собственном понимании. Это принципиально важно. Ну и, наверное, последний тезис, то вопрос, который я хотел бы обозначить. Мы столкнулись с очень большой проблемой. Вообще журналистика, как сфера, как отрасль. Мы столкнулись с такой проблемой, что деградация образования, деградация науки, она негативно сказывается на уровне журналистов. Журналистика, неважно в какой стране, она четко привязана к интеллектуальному уровню общества. У вас не бывает развитой журналистики в диком обществе, которая живет там по законам Джун. Потому что люди, которые занимаются журналистикой, они не с Луны, они не с Марса и даже не с Юпитера. Они такие же простые люди, которые учились в школе, потом в университете, потом кто-то где-то находил свое применение. То есть деградация журналистики, неважно в какой стране, и в России в частности, я в первую очередь сужу по России, потому что я живу в России, она неизбежно, эта деградация, общественная деградация сказывается на уровне журналистов. В советское время, конечно же, журналистика была поинтеллектуальнее, значительно более интеллектуальнее, чем сейчас. Но вместе с тем она была жестко ограничена определенными рамками, определенными установками. Это и хорошо, и плохо, потому что на самом деле и в нынешнее время есть жесткие установки. Просто они не так явно видны, как это имело место в советской области. То есть и у нас в России сейчас тоже есть цензура. Если вас это интересует, действительно она есть не только на ТВ, но и в печатных средствах массовой информации. Вот вкратце, ребят, я обрисовал некое свое видение. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, задавайте. Я просто не совсем понимаю, как в этой платформе я смогу читать. Саркиз, есть... Вот если возможно, чтобы модератор мне их прочитал. Да, пожалуйста. Потому что я не разобрался в этом. Да, Саркиз, вопросы есть у нас. Раз, два, три, четыре, пять. Пятая сверху колонка «Разговоры». Вы можете нажать, это если вы слева на меню посмотрите. Там вы можете видеть вопросы. А так я вам зачитаю. Сейчас поступило два вопроса. Один вопрос, другой комментарий. Саркиз, спасибо огромное за вашу позицию. Вы оптимист. Но есть суровая реальность, о которой говорила Елена Леонидовна Вартанова. Открывала нашу конференцию, выступала декан факультета журналистики МГУ Елена Леонидовна. Она утверждала, что реальность немножечко иная. И ваша позиция оптимистичная, она немножечко не коррелирует с тем, о чем говорила Вартанова. Но это вот в качестве дополнения, комментария. А вопрос такого плана. Вы учились в РУДН, как оказалось, и на каком факультете? Саркиз, вы слышите нас? Я учился на кафедре теории и истории международных отношений, факультета гуманитарных и социальных наук. Я учился там, потом я преподавал в РУДН, потом ушел в бизнес. Из бизнеса я как раз пришел в журналистику и даже немножко преподавал, но уже потом не в РУДН. Я преподавал в финансовом университете при правительстве некоторое время. Сейчас просто я не успеваю, поэтому я уже не занимаюсь преподавательской деятельностью. Но университет, дружба народов мне многим помог, в том числе и тем, что я в нем познакомился со своим компаньоном Кириллом Джаблахом, с которым мы как раз и создавали информационное агентство реалийства. Поэтому РУДН я чисто по-человечески очень многим обязан. Теперь, что касается общей картины и почему я оптимист. Я оптимист по той причине, что я верю в свою мечту. И я бы очень хотел, чтобы ребята, которые нас слушают, молодые ребята, которым еще предстоит пойти в журналистику, я надеюсь, такие есть из слушающих нас. Я хочу, чтобы они тоже верили в свою мечту. И я хочу, чтобы их мечта, она не была, скажем так, мечта не может быть исключительно материальной. Поймите меня правильно. Мечта ваша не обязательно должна носить сугубо финансовый характер. Это должна быть какая-то позитивная идея. Какая-то внутренняя ваша, в которую вы верите. Почему я это говорю? Потому что финансовая мотивация, вот если у вас исключительно финансовая мотивация, то на каком-то этапе в вашей деятельности вы все равно от нее откажетесь. Человек очень легко отказывается от денег, которые он не заработал. Поймите меня правильно. Это проходили много раз мы в истории. Но если у вас есть идея нематериальная, которой вы готовы служить, и эта идея, скажем так, имеет, ну скажем так, коррелирует с некими общественными интересами, то есть это не только узконаправленные коммерческие какие-то частные интересы, но общественные интересы. Поверьте мне, если вы будете последовательны, грамотны в выстраивании стратегии и тактики, то тогда вам обязательно будет улыбаться успех. Возможно, не сразу, возможно, не через год, не через два, через три, через четыре точно у вас получится. Если вы будете последовать, это в жизни очень важно. Что касается... Я не отрицаю, я с самого начала говорю, что... Саркиз, сбой связи. Мы надеемся, что Саркиз сейчас перезагрузится. Дождем пару минут. Если нет, продолжим. Дождем. Продолжение следует... Так, Саркиса с нами нет. И тогда в соответствии с программой, в соответствии с программой, там произошел сбой связи, но позиция докладчика была понятна. Да, в чате пишут, что агентство Реалист прекрасная миссия, дана ссылка на информационное агентство Реалист, которое возглавляет Саркис Армейсович Цатурян, наш докладчик. Мы тогда продолжим, и у нас заключительное выступление представителей из ВУЗа будущего нашего полноценного партнера, соорганизатора конференции международной журналистики, медиаландшафта России и мира, прошлое, настоящее, будущее. И я предоставляю слово Назиме Фахрединовне Муратовой, проректору по науке и инновациям Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана. Назима Фахрединовна, вы на связи, вы с нами? Слышно? Назима Фахрединовна. Продолжение следует... Продолжение следует... Вас слышно, но не видно пока. Выше камеры, над микрофоном находится выше камер. Сейчас попробуем. Сейчас я включила. Могу я говорить демонстрацию экрана запустить? Так, да, сейчас секундочку. Валентин Викторович, меня слышно? Я прошу прощения за такую ситуацию. У нас со связью не очень хорошо. Мы несколько раз вылетали. Назима Фахрединовна, вы слышите? Да, слышу. Да, значит, есть демонстрация экрана там же, где микрофон и камера, значок. Там же, где микрофон и камера. Находите одну из иконок, она через одну после чата, называется демонстрация экрана. Все вижу. Через одну. Я поделилась. Есть возможности увидеть мой экран? Да. Есть. Могу я продолжать? Да, конечно. Только почему-то у вас камера не включена. Да, я не знаю, что случилось с камерой. Она работала. У нас связь не очень хорошая, мы вылетаем. Давайте я не буду занимать время всех присутствующих и перейду уже с демонстрации экрана к своему докладу, если позволите. Тема моего доклада – это относительно журналистских компетенций на сегодняшний день. Конечно, эта тема не новая, однако я бы хотела отметить, что я смотрю на это не только с точки зрения развития процесса дигитализации, но и с точки зрения увеличения значения медиаобразования и его значения непосредственно в журналистике. Вот эти два постулата я бы хотела рассмотреть с точки зрения компетенций. Обратите внимание, почему важен вопрос о трансформации профессиональных компетенций журналистов. На наш взгляд, сегодня в силу вот этих двух направлений – дигитализации и увеличения роли медиаобразования – происходят изменения к требованиям качественной журналистики. Изменяются, естественно, под воздействием конвергенции формы и методы вещания в СМИ. Происходит универсализация в профессии, увеличивается и масштабируется такое понятие, как Росмедини. Пандемия непосредственно оказала свое давление, свое влияние на развитие и трансформацию журналистики. Сегодня мы видим, что роль и участие аудитории также изменяется, увеличивается. Кроме этого, очень многие эксперты международные говорили о таком понятии, как «вы-медиа». То есть каждый человек, он сам себе медит. Вот именно расширение влияния таких проектов, как «вы-медиа» сегодня диктует новые требования по отношению к средствам массовой информации и изменяет требования качественной журналистики. И, естественно, тенденция развития тренда медиа как фильтры внимания, вот на это я бы хотела обратить ваше внимание. Сегодня мы живем в медианагруженном мире. Везде нас окружают медиа. Я не скажу СМИ, но информация, фото, видео, аудио, формата... Назима Фахрединовна, нажмите, пожалуйста, F5 на своем экране, потому что презентация у вас не развернута, и она с вашей стороны должна быть развернута, либо слайд-шоу. Потому что мы видим половину на экране сейчас вашей презентации. Простите, вот теперь нормально? Я включила демонстрацию экрана и F5 нажала. Участники конференции в чате дайте сигнал, обратную связь. Презентация видна всем? Нет полного экрана, вот так и пишут, нет полного экрана. А, вот другого участника, Карина пишет, есть. У меня стоит на полном экране, к сожалению. Да, видна презентация, да, видна презентация. Хорошо, пожалуйста, продолжайте. Следующая тенденция – это развитие тренда медиа как фильтров внимания. То есть сегодня мы живем в медианагруженном мире, нас повсюду окружает информация. И сегодня увеличивается роль средств массовой информации как фильтров внимания. То есть они должны или будут должны отсортировать информацию. И каждый читатель должен или может доверять тому или иному СМИ вот эту вот функцию фильтрации. Но не всем, но пока это еще как тренд развития, возможно, мы не знаем конкретного сцена. Окей, универсализация. Сегодня мы говорим об универсальном журналисте, который готовит контент для разных видов СМИ. Об этом уже много говорилось. Но я бы хотела остановиться на таких новых понятиях и терминах, которые, возможно, в развитых странах уже применяются несколько лет. В Узбекистане это более новые направления. Предположим, do it all journalists. Журналисты на все руки. То есть они освещают разные темы, они освещают на разных платформах. И его синоним all-in-one journalists. Это журналисты, которые универсалы. Эта терминология ранее к универсальным журналистам не применялась. Мы говорили журналисты-новостники. Мы говорили универсальные журналисты, которые дают сведения, репортажи в разные медиа. Но именно в таком ключе оно не употреблялось. Это не только связано с контентом, который они преподносит. Это также связано с теми технологиями, с теми формами, с теми гаджетами, которыми они пользуются для того, чтобы полноценно донести информацию до читателя, зрителя, слушателя. Кроссмедийность. Естественно, здесь я бы хотела обратить ваше внимание именно на научный диспорт в этом плане. И мы знаем, что кроссмедийность сегодня подразумевает мультимедийность. Журналисты дают информацию для одного медиа. Оно адаптируется под разные форматы, под разные каналы. Но сегодня мы должны учесть и изучить такие направления, как cross-media training journalist, multi-skilling journalist или backpack journalist. Это название рюкзачного журналиста. В Узбекистане эта тенденция уже на практике существует. В университетах внедряются предметы, которые учитывают мультимедийный формат прессы и преподают журналистику в этом ключе. Но практика с теорией чуть-чуть не одинаково развивается. Если мы говорим... И еще один очень-очень важный момент. В редакциях средств массовой информации таких понятий не используют. Они передают функции журналистам, чтобы они приносили много разных форматов материала. И аудио, и видео. Однако ни в одной редакции не прописаны, ни в одной редакционных политиках не прописаны такие требования к журналистам. И журналист, попадая в среду, в свою рабочую среду, он сталкивается этим лицом к лицу. Но его непосредственные обязанности функциональные, а также оплата за то, что он будет получать... В какой степени он будет получать вознаграждение, работая он в той или иной плоскости, в той или иной универсализации, такого пока нет. И мне кажется, это очень жаль. Почему? Потому что в Азбекистане эти понятия, они на практику внедрены. В практику внедрены. Журналисты так и работают. Но журналистские редакции такого рода деятельность не поощряют. Они еще не подошли к этому... Как сказать... С точки зрения структуры их редакции, они к этому вопросу не подошли. Далее. Новая профессия в журналистике. Конечно, будет неправильно сказать, что это совершенно новые профессии в журналистике за последние несколько лет. Нет. В развитых странах, очень больших транснациональных медиакомпаниях это уже сегодняшний день. Однако я старалась исходить из позиции Узбекистана и хотела бы обратить внимание на то, что молодые журналисты должны ориентироваться именно на эти специальности тоже. То есть сегодня есть отдельные веб-райтли, есть сегодня мультимедийные продюсеры, есть редакторы мультимедийных проектов. Я знаю, что в России, в Guardian, в New York Times и очень многих в Washington Post есть отличные мультимедийные проекты. И там команды формируются именно из разных сфер, и там работает отдельный мультимедийный редактор. Однако с точки зрения того, что если это внедряется в редакцию, то оно должно быть прописано и оно должно быть учтено в процессе работы журналистов. С этой точки зрения, мне кажется, это новая профессия журналиста. Мультимедийные журналисты, подкаст-эдиторы, подкаст-продюсеры, специалист по поиску информации в интернете, редакторы по социальным сетям. У нас сегодня есть такая тенденция, что журналист работает как редактор по социальным сетям. Однако он тоже в редакционной штате редакции называется журналист. Все под одну ребенку называются профессии журналист или редактор, или журналист. Дата-журналисты, которые занимаются анализом больших данных, и дата-майнеры, которые отдельно сидят и добывают данные, стараются предоставить команде, которая занимается дата-журналистикой. Вот такая спецификация, узкая спецификация профессии сегодня подразумевает то, что я не зря задала вопрос по Турции, именно по редакционной политике. Оно должно быть прописано в редакционной политике или хотя бы отдельно оформлено редакторами для того, чтобы мы различали, кто есть кто. Не каждый специалист, не каждый человек, который работает в медиа, он тире журналист. Нет. Есть много профессий, которые нужно сегодня указывать в штате для того, чтобы и искать специалистов, и готовить специалистов по этому направлению. Медиаинформационная грамотность – это второе большое направление, на которое я хотела бы акцентрировать ваше внимание с точки зрения изменения компетенции в журналистике. Мы недавно по проекту ЮНЕСКО закончили мануал пособия по медиаинформационной грамотности для журналистов. И вы знаете, очень большой отклик был со стороны головного офиса ЮНЕСКО о том, что сегодня требования качественной журналистики изменяются, и одним из главных причин изменения является медиаинформационная грамотность, в которой сегодня мы о ней должны говорить не с точки зрения населения, но и с точки зрения журналистики тоже. Почему? Потому что очень многие оспаривают, журналист так и так, он обязан быть медиаинформационно грамотным. Однако, мы сегодня должны журналистов учить, как взаимодействовать с аудиторией, как работать с обратной связью, как обеспечить участие граждан в работе средствами массовой информации, как должен реагировать журналист, когда идет какая-то кооперация с гражданским обществом и так далее. Да, непосредственно как журналист он имеет такие правила, однако, если мы говорим о журналистике, которая видит свою аудиторию, тому, кому она предоставляет информацию, как аудиторию, и так далее. Назима Муратовна, вы не в сети. Уважаемые участники, мы сейчас выясним... Продолжение следует... Продолжение следует...